Новый взгляд на новые возможности. В Самаре прошел форум для особенных людей. Так они сами предпочитают себя называть. Уверенные врачи и их пациенты способны на многое. Все это продемонстрировали на сцене и на выставке, а после вместе с медиками и представителями власти обсудили проблемы людей с душевными расстройствами и их адаптации к нормальной жизни в обществе. С хитрым прищуром смотрит клоун Олег Попов с портрета, выполненного кистью особенного художника. Так по-доброму во время форума называли людей с душевными расстройствами. Среди них много больших талантов. Это видно по картинам, хотя это и не предметы искусства, а продукты арт-терапии, лечения творчеством. Для людей с нарушениями психики такой вид реабилитации один из самых эффективных. Он помогает научиться выражать свои эмоции и взаимодействовать с окружающим миром. Король из сказки Леонида Филатова, роль которого сыграл пациент реабилитационного центра здоровья, сорвал зрительские овации. Хотя образ дался особенному актеру не так-то просто. Он должен быть злой, жестокий, ненавистный. А у меня не получается. Я по жизни, конечно, очень добрый, жизнерадостный человек. И, конечно, очень тяжело было житься в эту роль. Форум объединил студентов-медиков и психологов, сотрудников реабилитационных центров и общественных организаций, представителей власти и родителей детей с инвалидностью. Здесь прошло одновременно несколько мастер-классов по театральной, художественной и танцевально-двигательной терапии. Круглый стол посвятили проблемам социально-медицинского сопровождения людей с психическими расстройствами. Ток-шоу «Открытый показ» – отношению к ним остального общества. Самое главное – услышать их, послушать и прийти, наверное, к толерантному отношению к людям с разными заболеваниями, с разными особенностями, в том числе и характера. Вообще, чтобы мы все относились друг к другу толерантно. Я общаюсь с ними как с людьми, у которых из каждого из них есть своя просто беда, своя боль. И все. А так они совершенно нормальные, они нормальные люди. Понимаете, они точно так же чувствуют, они точно так же переживают, они точно так же веселятся, точно так же грустят. Это должны понимать все, не только те, кто так или иначе связаны с особенными. Новый неравнодушный взгляд подарит людям с нарушениями психики новые возможности для общения, профессиональной и творческой самореализации и нормальной полноценной жизни. Светлана Стребкова, Михаил Смирнов, Новости губернии. Новости губернии. Продолжение следует...